Всем привет. Да, как Виталий Халм, меня зовут Павел Петров и я руководитель проекта по аналитике больших данных. Итак, надеюсь кликер работает. Начнем как раз с этой истории про по 3C смартфон. Я думаю, многие из вас поможете, кто видел этот ролик. Если нет, то сейчас напомним. Сейчас напомним. Вот. Ну, кажется, без звука. Так, да, можно презентаться обратно. Ладно, всем ли понятно, о чем речь идет в этом ролике? Я вижу, что явно не всем. Хорошо. Давайте я тогда расскажу. То есть смысл здесь в том, что Мегафон говорит своим клиентам, что каждый из вас может получить персональные предложения и подарки в специальном разделе в личном кабинете, в IVR и в USSD. То есть вы заходите, там специальный раздел, там что-то будет. Вот. Смысл на самом деле в этом. Постановка задачи, как она пришла ко мне в марте 2018 года, состояла так. То, что для каждого клиента Мегафона мы говорим, что даем персональные предложения, нужно реализовать сервис, который будет регулярно обновляться, еженедельно пересчитываться. И далее стартует рекламная кампания. У нас было две масштабных кампании. Первая была с Ильей Логутенко. Она была где-то летом 2018. И в декабре вот как раз та, которую вы только что увидели. Значит, нам нужно было реализовать этот сервис, поставить в прод, все протестировать. Обычно такой проект в крупной кампании занимает 5-6 месяцев. Нам нужно было в марте 2018 начать и к июню 2018 закончить, потому что все было запланировано. То есть за 3 месяца справиться. Значит, первый вопрос, который мы стали решать, это какие именно предложения и подарки мы дадим нашим клиентам. Как думаете, что там вообще может быть? Нет, никто не заходил? iPhone хорошая идея. Думаю, добавим рано или поздно. Значит, на самом деле у нас было следующее. Это тарифы и скидки, тарифы и опции со скидками. Ну, естественно, это ключевые продукты мегафона, куда же без них. Дальше это были вас сервисы, так называемые. Это диджитал продукты, такие как онлайн кинотеатр, аудио стриминг. У нас был сервис путешествий, даже был сервис телемедицины, но он недавно закрылся на переработку. Вначале он был. Также сервис кэшбэк, ну и многие другие. И традиционная для телекомов механика с платежами и подарками. То есть положи на счет какой-нибудь 500 рублей и получишь какую-то небольшую плюшку. Значит, смысл в том, что каждый клиент мог получить до трех предложений, но не менее одного. И кроме этого, предложения должны обновляться регулярно. Клиент может подключить. Тогда ему нужно, собственно, взамен подключенного что-то новое. Значит, клиент может отказаться, сказать, что мне неинтересно. Тогда нужно ему также что-то новое предложить. Поэтому нужно было не только один раз делать всем персональные предложения, но и продумать наперед, что будет дальше. Следующую неделю, еще следующую и так далее. Значит, дальше мы стали думать над архитектурой такого решения. Так, мне сказали на репетиции, что это очень сложная схема, но я думаю, мы сейчас с вами разберемся. Итак, вы видите, все то, что находится слева, это аналитическая часть. Такой, так сказать, движок нашего сервиса предложений. Здесь живет наш Data Lake, Hadoop, Oracle. Здесь крутятся все данные, которые мы собираем. Здесь же работают все наши модели. Далее модели, отклики, которые мы получаем от клиентов, и еще наши внутренние разработки под названием мини-биллинг и каннибализация попадают на вход выбора предложений. После того, как предложение для каждого клиента выбрано, они попадают в Customer Interaction Manager, который как раз уже взаимодействует с каналами, а каналы уже показывают все клиентам. Как видите, у нас было LK, USD и VR. И также был реализован отдельный продуктовый каталог и медиа-каталог. Продуктовый каталог содержит в себе всю мета-информацию о предложениях, их параметры, стоимость, скидки и так далее. А медиа-каталог содержит как раз то, что вы увидите, если зайдете в личный кабинет, скачаете его, зайдете в этот раздел. Там картинки, тексты, описания, ссылки. Это очень важно для того, чтобы у нас была автоматизация процесса. Как видите, получается замкнутый контур. Отклики попадают на вход в наш Data Lake. Мы переобучаем модели так, чтобы каждый раз повышать релевантность. Теперь по поводу того, как мы использовали машинное обучение в этом проекте. Модели, как вы видели, были на предыдущем слайде. Значит, так как каждому клиенту может быть релевантны несколько предложений, то мы решили пойти по пути их ранжирования. Значит, есть вариант просто по склонности к какому-то продукту, типу сервиса и так далее, но этого недостаточно. И мы решили добавить, кроме этого, рост среднего чека абонента при подключении продукта. То есть нам, как бизнес, компания все-таки уменьшать средний чек невыгодно. Значит, поэтому здесь все просто. Получаем вероятность подключения продукта, получаем ожидаемый лифт ARPU. В телекомах обычно называется ARPU, средний чек каждого абонента. И для того, чтобы получить вероятность, нам пришлось построить порядка более чем 10 моделей на разные типы продуктов. Теперь как, собственно, это сделать? Потому что вероятность в целом довольно понятная величина для бизнеса, но и дата-сайентисту не так сложно сделать фид, потом предикт. Однако output модели не равен вероятности целевого события. Также выборка для скоринга не тождественно равна, то есть обучающая выборка не тождественно равна выборке, которая будет на применении модели. Поэтому мы делаем несколько вещей. Это первое, проверка на исторических данных. Извините. Постараюсь погромче. Значит, первое, мы делаем проверку на исторических данных. Далее мы разбиваем сортированный скоринг на сегменты, на кванти, например, на 20. Далее каждый из них тестируется отдельно уже на исторических данных. После этого мы как раз получаем нормировку скоринга модели на реальную вероятность, которую уже можно сравнивать. Потому что дополнительным условием было то, что все эти 10 плюс модели по вероятности могли быть сравнимы между собой. Что в общем случае далеко не всегда получается. Теперь следующий нюанс. То, что даже имея какие-то 100 или 200 плюс вариантов предложений, не факт, что скоринг какой-то из моделей покажет склонность конкретного клиента к любому из этих продуктов. То есть если мы берем конкретного клиента, а нужно было сделать предложение всем, то может получиться, что клиенту ничто из этого не очень интересно. Поэтому вместо того, чтобы мы определяли, кому что предложить, мы ранжируем все предложения для каждого клиента. После того, как мы проранжировали, выбираем топ-1. Если он отказывается или ему неинтересно, топ-2, топ-3 и так далее. Количество итераций конечно, но в целом их хватает. И также после запуска проекта, так как для всех клиентов мегафона было доступно, то я получал очень много отзывов от коллег в кофе-поинтах, в лифтах, о том, что то, что мы предлагаем не очень хорошо, они хотели бы что-то другое. Но самая полезная обратная связь была от топов, от наших боссов, которые тоже любили трясти смартфон. Особенно в пятницу вечером. И не применули сообщить о том, что нужно что-то поменять. Тем не менее, сервис работает с июня 2018 года по сей день. Довольно успешно. У нас есть бэклог доработок. Как сделать его еще более умным и релевантным каждому клиенту. Спасибо за внимание. Дальше я вам расскажу немного про другую тему. Здесь мы говорили про то, что всем клиентам сделал предложение. А вот кто вообще сталкивался в работе с клиентской аналитикой, с сегментным маркетингом, целевыми маркетинговыми компаниями? Есть такие? Есть, я вижу, да. Я думаю, банки, телекомы, ритейл, многие люди с этим работали и знают, что означают эти три буквы. Знаете? Нет? Ну, я вам скажу. Это action. Action, да, Nesbest action. Все верно. Значит, смысл в том, я в принципе уже лет почти 10 работаю в сфере клиентской аналитики, в банках, довелась работа в ритейле. В разных местах называется по-разному. CRM, cross-sell, campaign management. Сейчас в последнее время это можно называть CVM, client value management. Смысл в том, что мы хотим развивать нашу текущую базу целевыми маркетингами, коммуникациями. Мы предлагаем клиентам каким-то способом продукты или услуги. Дальше выделяем контрольную группу. Спасибо, что подсказываете, что надо погромче. Выделяем контрольную группу и на постпериоде сравниваем между выручку целевой контрольной группы. Дельту, собственно, кладем в карман. В принципе, я не ошибусь, если скажу, что уже в начале 2000-х банки начали внедрять CRM-системы автоматизированные, которые умели делать, выбрать сегмент, проводить рассылки. Потом начали добавлять модели в это все. Propensity to buy, черн. Добавлялись новые каналы, сценарии взаимодействия, онлайн-триггеры. И теперь хорошо, что это все так прогрессирует, но тем не менее появляется другая проблематика. Сегодня часто, допустим, я хочу продавать клиенту iPhone. Он вполне хороший такой вариант. Но с другой стороны есть другой менеджер, который хочет бороться с оттоком этого же клиента. Возможно, есть такая проблема. И непонятно, что с этим делать. Нужно искать решение, потому что, когда кейсов проявляется слишком много, то получается, что работаем с одной и той же базой. В итоге мы… Не только мы, но мы пришли к тому, что нужно делать движок NBA, NASBest Action, который берет всю информацию о клиентах, которые у нас есть, сортирует, ранжирует все возможные варианты взаимодействия по всем кейсам, каналам, вариантам продуктов и выбирает лучшее предложение в данный момент. Продолжение следует...